Золочение, если некоторые части иконы, фон, нимбы, оплечи, поручи и другие детали предполагается позолотить, то это необходимо выполнить до нанесения красочного слоя по порядку работы сначала будет сказано о способе. Золочение для золочения необходимы специальные материалы, лаки масляный лак ПФ, 283 масляный морданный лак бывает фабричного производства или варится самими специалистами. По золочиками перед масляным лаком 4С он имеет некоторые преимущества. Сохраняет способность брать золотов. Течение 12 часов. Дает более блестящую золочению поверхность. Шелочный лак, так как грунт готовой доски по своей пористости способен сильно впитывать масляный лак, не оставляя на поверхности левкаса нужной клеящей пленки. Поверхность левкаса предварительно закрепляется в местах, подлежащих золочению, шелочным спиртовым быстросохнущим лаком. Перед употреблением его необходимо взбалтывать, так как частички шеллака оседают на дно для позолотой фонов, нимбов и других деталей иконы требуется так называемое сусальное золото, желтое или червонное. Существует еще зеленое. Золото с холодноватым оттенком в данном случае, оно не годится, зеленое золото стали применять, когда вошло в употребление так называемое творенное золото в 17. Им расписывали разноцветные драпировки, прокладывая по холодным колерам зеленое золото, по теплым желтое, на крупные детали икон, например на фон, листы золота накладываются прямо с книжки для золочения мелких деталей лист золота предварительно. Выкладывается на специальную замшевую подушку, на которой он разряжается острым ножом на куски нужной величины, а отсюда каждый кусок переносится при помощи лапки на нужное место, подушку приготовить нетрудно. Берется кусок фанеры или тонкая ровная дощечка прямоугольной формы 15х20 см можно. Немного меньше или больше по размеру дощечки подбирается кусок меха, лучше замши, который и прибивается мелкими гвоздями с трех сторон к обрезам дощечки, мездрой кверху открытой оставляется одна. Из больших сторон через нее ножом, по возможности равномерно, до отказа засовывается вата, после чего забивается гвоздями, и эта сторона для разрезания золота существуют специальные ножи, у которых длинная режущая часть заточена с обеих сторон, за неимением такого ножа можно пользоваться скальпелем при разрезании золота нож следует держать не перпендикулярно к поверхности подушки, а наклонно, по диагонали, что предохраняет замшу подушки от разрезов кусочки разрезанного золота, берутся с подушки лапкой. Для изготовления такой лапки пользуется мехом, у которого волос более или менее упругий и длинный 4, 5 см обычно употребляется кончик хвоста белки, волос меха расправляется веером. И в центре наклеивается кусочек картона иногда, для удобства, к лапке приделывается рукоятка. Для золочения необходимо сливочное или топленое масло сухой волос лапки не возьмет золото, оно прилипает к маслянистым поверхностям перед работой лапкой слегка смазывают сливочным маслом вверх кисти. Левой руки, держа лапку правой рукой, время от времени легко проводят ею по маслянистой кисти левой руки, сообщая этим волоскам лапки способность прихватывать золото и переносить его на нужное место руки при этой. Работе должны быть совершенно чистыми, за неимением лапки некоторые рекомендуют. Пользоваться таким же образом кусочком упругой бумаги. Натертый парафином, если золото кладется на масляный лак ПФ-283, приглаживать его ватой нельзя, так как лак через мельчайшие пары золота просачивается и может захватывать ворсинки ваты, в этом случае золото. Следует только прижимать чистыми пальцами, если золочение идет по мордану. Золото можно приглаживать кусочком ваты. Творенное золото, нанесенное на живопись поверх красок, следует шлифовать без этого, оно не имеет свойственного золоту блеска для шлифования, существуют так называемые. Зубки различной формы, которые представляют собой гладко отшлифованные кусочки агата, приделанные к рукояткам шлифуя золото зубком, нужно избегать по возможности прикосновения к красочному слою, чтобы его не повредить за неимением такого зубка, пользуются зубом-клыком какого-нибудь животного лучше других. Волчий зуб все участки. Иконы. Подлежащие золочению, можно вначале пройти взбитым белком куриного яйца для закрепления грунта белок наносят мягкой кисточкой. Хорошо просушивают, затем все эти участки слегка смазывают шелачным лаком, если лак налить густо, он расплывается и, быстро застывая, образует по своим границам нежелательные возвышения, быстро сохнущий лак не всегда удается проложить ровно. Поэтому после полной просушки лака обрабатываемую поверхность необходимо сгладить, то есть подчистить скальпелем случайные неровности, затем упругой кисточкой лучше лопаточкой на подготовленные. Участки левкаса тонким слоем наносятся масляный лак для ровности, где возможно, его можно загладить пальцем кисточку и руки по окончании работы надо протереть подсолнечным или льняным маслом и вымыть водой с мылом через несколько минут лак перестает маслиться. И тогда, на последних стадиях его просыхания, надо приступать к золочению, если лак очень свеж и отлип велик, золото может утопнуть и потерять блеск, если лак пересох, золото не будет прочно держаться и даже не будет приставать придется наносить новый слой лака. Когда площадь золочения большая и желательно, чтобы отлип держался дольше, в лак можно добавить несколько капель олив и морданный лак в этом отношении удобнее. Его готовность испытывается кусочком ваты в каком-нибудь незаметном месте. Если лак не забирает ворсинок ваты при легком к нему прикосновении, он готов и его способность брать золото после этого сохраняется до 10-12 часов, что является большим удобством для позолочика кроме этого. Во время работы золота можно приглаживать ватой золота, положенное на масляные лаки. Не шлифуется, шлифуется золото. Положенное на так называемый полимент, полимент – французское слово, образованное от глагола «полировать». Площить золочения на полимент работа очень трудоемкая. Требующая навыка отполированная поверхность этого золота приобретает чрезвычайный блеск, чем сильно отличается от золота, положенного на масляные лаки, имеющего известную матовость на иконах, имеющих по золоту на полимент. В местах потертостей всегда можно видеть красную подкладку полимента. Время внесло в эту технику много украшений. Фоны и поле получили чеканку рисунок чеканки на полях стал раскрашиваться под эмаль. В позднейшей практике иногда прибегали к золочению, цирью, цировкой. От немецкого слова «украшать» этот прием заключается в следующем перед наложением красок или вся доска, или те детали иконы, где предполагается золотой узор, покрываются листовым золотом или на полимент. Или на лаке после просушки золота следует еще покрыть лаком и просушить, чтобы краска не соскальзывала. В изолоченная поверхность должна быть протерта срезанной долькой чеснока, затем наносится рисунок. Накладываются краски, пишутся лики, а в местах, где должен быть узор, краска процарапывается до золота. Так и получается нужный узор, такая работа называется «писать золотом в проскрепку». Ремесленники вместо золота пользовались также алюминием, или фольгой белые листы фольги так же, как и золото, накладывались на левказ и покрывались прозрачным желтым лаком, который придавал поверхности вид позолоты.